Здравствуйте, друзья! Вы смотрите видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Мы продолжаем освещать проблематику семейной психологии и психотерапии. И сегодня мы будем говорить о парадоксах семейной жизни. Я хотел бы представить вам участников нашей передачи. Это наши постоянные эксперты. Ирина Юрьевна Млодик, кандидат психологических наук, председатель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» автор книг по детской и взрослой психотерапии. Здравствуйте, Ирина Юрьевна! Здравствуйте! И Константин Витальевич Павлов, кандидат медицинских наук, директор Восточноевропейского гештальт-института. Здравствуйте, Константин Витальевич! Добрый день! Рад приветствовать! Ирина, вы с Константином организуете сейчас программу, которая носит название, такое же, как и носит название нашей передачи, «Парадоксы семейной жизни». Почему именно семейную тематику вы выбрали в качестве тематики программы? И насколько в действительности вашей точки зрения современная семья парадоксальна? Ну, во-первых, мы с Константином глубоко семейные люди. Вот у Констанина есть своя семья. Мне кажется, что Костя является такой пример-образец семьянина, потому что жена, трое детей, при этом еще какая-то практика, много клиентов, в том числе в работе. И я тоже замужем, у меня тоже есть ребенок, я тоже семейный человек. Поэтому кому, как ни нам, пробовать это вносить в обсуждение, смотреть, что из этого получится. Насколько современная семья парадоксальна? Ну, мне кажется, что в современной семье очень много заложено парадоксов, в том числе людям как-то хочется сочетать связь, быть связанным, быть вместе, с другой стороны, как-то быть отдельно. Сейчас есть такая ценность вот этой личностной свободы, и она так очень культивируется и в обществе, и очень своевременно, и современно. А с другой стороны, мне кажется, что семья все время как ценность пытается как-то раствориться, на мой взгляд. Ну, потому что сейчас все больше людей говорят, ну, вот зачем это быть семьей, вполне можно быть одному. И такую контрзависимую позицию вбрасывают в поле, на мой взгляд. И говорят о том, что семья не нужна. Но мне кажется, что семья появилась не сейчас и исчезнет не завтра. Но как нам всем преодолеть вот этот внутренний конфликт, который периодически возникает, особенно у молодых людей. Ну, вот сейчас есть поколение 30-летних, которые как бы задумываются о том, стоит ли создавать семью, или, может быть, стоит пожить отдельно и как-то быть свободными. Ну, мне кажется, вот это все и заставляет нас встретиться, поговорить об этом, пожить про это. У нас нет, у меня, например, нет ответов, как кому надо жить в семье или отдельно, и так далее. Но, с другой стороны, есть возможность и честно поговорить и про семейную жизнь, и понять, насколько она конфликтна, насколько в ней присутствует парадокс, и как мы с этим живем, как мы с этим справляемся. Отрезаем ли мы парадоксальную часть, или мы можем с ней быть? Константин, а с какими дилеммами и парадоксами приходится сталкиваться в современной семье? Мне понравился, спасибо за интересный вопрос, Кирилл. Понравился вопрос, парадоксальна ли семья современная, предыдущей. И, мне кажется, парадоксально просто насквозь, по очень-очень многим своим осям. И когда мы с Ирой обсуждали план, то совершенно очевидно, что интерес к данной теме, к проекту, рождается из двух источников, мне кажется, как у всех людей. Во-первых, это мой личный интерес и заинтересованность, пожалуй, после 35 лет. Я понял, насколько важна семья для меня лично. А до этого я жил без стереотипов семьи. Не было у меня такого сценария в детстве. У меня были прекрасные родители, и наша семья была замечательная, я так считаю. И, в общем, даже лучше ей не бывает. Но у меня не было моего представления, вот должна быть принцесса, должны быть какие-то дети. Я об этом вовсе не думал, я очень много работал. А когда это случилось, я поначалу не понимал, по большому счету, что происходит. А радость получаю последние, может быть, 10 лет в полном объеме, как и сейчас мне думается. И также клиенты, которые приходят ко мне, конечно же, они приходят с двумя основными темами. Это личные отношения. Ну, немножко шире, чем семья, конечно. Потому что я бы в нашу семью включил и пары. Парные отношения тоже. Личные отношения или работа. И трудно сказать, что больше беспокоит людей. Но вот когда мы готовили описание проекта, я только несколько дилемм и проблем и парадоксов отметил. Это то, что Ира уже упомянула, экзистенциальная ось. Быть с людьми или быть самим собой, не потерять себя, будучи с кем-то другим. Это большой экзистенциальный вопрос. Это, может быть, главнейший экзистенциальный вопрос. И в полном виде он разворачивается в семейном контексте. Не теряю ли я себя, когда я бываю с другим? Парадокс и иерархии в семье. Равенство или уважение или власть и порядок. То есть, что ценнее? Демократия или упорядоченность? Готовы ли мы быть с тем хаосом, который может получиться, если мы не имеем четкой структуры или иерархии? Парадокс самореализации или персональная субоптимизация? Очень интересная вещь. Это мне навеяла работа одной моей клиентки, которая пришла и в контексте терапии, консультирования она переосмысливала представление, которое ей сообщили окружающие. «Мама почему ты такая недореализованная?» Вот с этим вопросом она работала и, к счастью, за некоторое время она для себя переформулировала. Опять же, у меня, как и у тебя, нет ответов, как правильно людям жить. Но она для себя переформулировала, что это я не недореализованная. Это вопрос стереотипов и стандартов. Что считать реализованностью мамы? И вот эта прекрасная мама совершенно абсолютно в моем понимании реализованная, она для себя поняла, какая она реализованная. Но это серьезный вопрос. Каждому приходится найти ответ на такие вопросы. Парадокс верности, архаизм это или ориентир. Вот, Ира, ты говоришь, семья исчезнет еще не скоро. Я вот надеюсь, что не исчезнет. Мне так хорошо в семье, что я не хочу, чтобы она исчезала. То есть я персонально против того, чтобы семья исчезала. Как институт я буду бороться, пожалуйста, имейте в виду. И вот эти истории там. Я понимаю, что общество востребует, общество у нас индустриальное, общество мегаполиса специфическое. Жена на час, пожалуйста, попробуйте втроем. Масса интересных предложений, которые, конечно же, соблазняют молодых людей не меньше, чем людей в возрасте. И шатают устои того, что можно назвать анахронизмом. И это парадокс. Много-много-много на самом деле каких-то таких парадоксальных и острых вопросов, дилемм, как мы в Гештальте говорим. Мы рассматриваем континуум полярных проявлений единой реальности для людей. И в этом континууме важно найти свою точку. Свою точку по ощущениям преимущества. Мы опираемся не на концептуализацию. То есть это не то, чтобы есть правильное понимание, как тебе жить, и неправильное. Но тебе приходится обострять и освежать чувствительность своего прибора, тела в первую очередь, чтобы почувствовать на уровне чувственном, где же мне комфортно. И иногда результаты бывают очень разные. Я предлагаю по некоторым из этих парадоксов, которые Константин перечислил, пройтись сегодня в ходе нашей передачи. Ирина, вот одна из дилемм, которую Константин не озвучил, звучит следующим образом. Семья состоит из близких для нас людей, за которых мы готовы порой отдать жизнь. Но при этом в семье же, по отношению к этим людям, мы часто склонны испытывать интенсивные переживания, какие-то агрессивные интенсивные импульсы, которые зачастую не позволяем себе в других контекстах. Вот в чем причина такого парадокса, на ваш взгляд? Ну, одно, я думала об этом тоже, я удивлялась этому, потому что я думала, это признак нашей культуры. Это только у нас принято или вообще в других культурах тоже. Пока не ответила себе на вопрос, является ли это таким общим местом. Ну, по крайней мере, если думать о нашей культуре, у нас почему-то, мне кажется, есть такое представление о том, что если мы близкие люди, то как будто бы нам надо меньше себя беречь, друг друга, другого беречь, тоже уважать. Как будто нам больше позволено. И тогда я по отношению к другому могу больше расслабиться, что ли, и проявлять больше каких-то таких самых разных импульсов. И с одной стороны, правда, мы же, приходя домой, хотим снять офисную одежду, расслабиться и как-то больше быть собой. Но почему-то вот это желание быть собой иногда превращается в то, что мы перестаем уважать близких, и мы можем быть в отношении к ним агрессивны, эксплуатирующи, манипулировать ими, ожидать, что они нам что-то должны, что они как бы могут нарушать наши границы совершенно, не знаю, не стучаться в комнату, да, там, к своим детям, подросткам, например, да, или брать чужие вещи близких людей без спроса, надевать их одежду, я не знаю, пользоваться их какими-то предметами. То есть, мне кажется, здесь у нас есть какое-то смешение в понимании, что если близкое, значит, мое, а раз мое, значит, я это не вижу границы, не уважаю, нарушаю и так далее. И поэтому, плюс еще у нас есть представление, что тот близкий должен мне прощать и терпеть. Ну, как бы некоторые родители говорят, ну, ты же меня любишь своим детям, раз ты меня любишь, я твоя мамочка, на мамочку нельзя кричать, на мамочку нельзя злиться. Там, где слепляется любовь и ненависть, да, и злость или просто раздражение, да, и раз я люблю своего близкого, то я как будто не имею права проявлять к нему иных каких-то чувств. Хотя уважительно высказать вполне себе свое раздражение, досаду, обиду, да, и сказать, дорогой, не делай так в следующий раз, это как-то очень мне неприятно. Ну, это вполне адекватно, и дорогому лучше знать, чего не стоит делать, да, что будет неприятно близкому человеку. И вот мне кажется, что основа в наших семьях – это отсутствие вот этого уважения и понимания, что близкий – это тот, которого я, безусловно, хотелось бы его уважать прежде всего, и понимать границы, ну, там, существования совместного, да, и, наоборот, быть максимально чутким к этому, потому что, если границы других людей, чужих, да, более понятны, да, мы в метро не будем ожидать, что, ну, кто-то сейчас, не знаю, там, будет подносить нам сумку или еще что-то, мы будем спрашивать. То в близких отношениях эта граница незаметна, и если, мне кажется, мы про нее будем забывать, ее вообще очень легко нарушить. И от этого, на мой взгляд, возникает очень много конфликтов и очень много ощущения вот этой несвободы, когда я, когда перестаю быть я, потому что я не имею права испытывать чувств, и не имею права иметь границ, и не имею права на уважение к моему пространству, к моей личности, к моим чувствам и так далее. В этом ключе как раз хотелось бы продолжить, Константин, семья прочно ассоциируется с понятием «мы», и это уже такое нечто, что больше, чем просто «я» и «ты». Вот как человеку, строящему свою собственную семью, не потерять себя? Очень интересный вопрос. И люди, которые интересуются гештальтом, конечно, помнят молитву Фрица Перлза. Такую очень эгоцентрическую молитву. «Я — это я, ты — это ты. Я здесь не для того, чтобы тебя обслуживать, это не для того, чтобы меня обслуживать. Если мы встретились, то нам повезло». Они встретились, но этому нельзя помочь. Это молитва, 70-летний возраст имеет, и сегодня мы ее дополняем именно представлением о надличностных сущностях. Это очень интересное дополнение, которое, на мой взгляд, делает современную гештальт-терапию, гештальт-подход богаче. О чем мы говорим и что понимать под «мы»? При этом я полностью разделяю представление о важности четких и ясных границ и уважительного отношения друг к другу в семейной системе в первую очередь. Мне кажется, что это немножко аутоагрессивное отношение еще. Если ты не уважаешь близких людей, это в каком-то смысле проявление неуважения к себе. Если человек скверно оценивает себя, тогда он скорее будет неуважительным в семье. Какая-то неуверенность в себе или что-то подобное. Ну и просто культуры нет. Я чем больше работаю с людьми, тем больше я замечаю, что привычки, которые идут из детства, которые идут из социума, из культуры, определяют в будущем поведение людей очень серьезным образом. То есть, как ни странно, казалось бы, что может быть важное. И если говорить по-человечески, если угодно, не в терминах, а о том, что есть мы семьи и почему это важно, то, на мой взгляд, эта тема связана с уважением и заботой. Вот один мой клиент недавно в организации написал послание своим работникам. И он там совершенно, на мой взгляд, блестяще описывает, что такое любовь. Человек, который знает, что такое любовь, это, безусловно, понятно по его личной жизни. Но здесь он пишет своим сотрудникам. И он пишет о том, что любовь — это какао без комочков. Муж жену спрашивает, ну, а ты знаешь ли, что такое любовь? Видимо, ожидая какого-то интеллектуального разговора, она ему дает какао. Говорит, знаешь, вот любовь — это когда какао без комочков. Это очень хороший пример. А в практике это проявляется так, что если я ценю мы, то я могу, зная, что у меня есть мои потребности, не быть слепым эгоистом, но позаботиться о ком-то, кто рядом, кто близкий. Даже, ну, немножечко, как мы говорим, субоптимизируя собственные личные интересы. И это очень человечно, это очень понятно. Это, если угодно, культура, это, если угодно, элементы поля, истории поля. Мне кажется, это у нас было и есть. Я вот здесь считаю, что в любом обществе и в нашей стране, и на наших просторах постсоветских есть люди малокультурные и люди более культурные. Вот эта уважительность, основанная на уважении к себе, на реальной оценке себя, эта способность поступиться какими-то своими сиюминутными интересами ради того, чтобы поддержать нечто большее, важную для меня систему, это всегда и во всех культурах и сообществах воспринимается как любовь, как то мы, которого хотят люди. Я не говорю здесь о самоуничижении и самопожертвовании, забыть о себе. Нет, но в этих разницах это всегда очень чувствуется и видно, когда люди заботятся друг о друге в паре и в семье, или когда этого нет. И когда каждый тянет свою нарциссическую тележку в свою сторону. Давай. Часто люди в группах моих говорят, ну ведь это же обмен, особенно мужчинам это свойственно. Семья это обмен, вообще пара это обмен. Что я даю, что она мне дает, ой, она как-то мало мне дает за то, что я ей даю, я ей ого-го даю. Женщины в таких случаях как-то компетентнее в моем понимании. Ну девочек учат чувствовать с детства, ну больше, чем мальчиков, как мне кажется. И сказки даже про чувственных мальчиков, они такие подозрительные сказки, на мой взгляд. И поэтому мальчики, ну так, не очень компетентны порой бывают. А девочки начинают говорить, нет, что ты. Что мы делаем, это не очень сильно важно. Важно быть. Вопросы власти и иерархии возникают в любой группе. Семья не исключение. Ирина, какой политический режим в семье, демократия или тоталитаризм представляется более устойчивым? Что говорит ваш практический опыт на всей счету? Мой практический опыт говорит о том, что, безусловно, для людей, люди сами выбирают, какую систему власти они будут иметь в семье. Ну, допустим, абсолютно, мне кажется, устойчивая патриархальная семья, например, где мужчина, глава семьи, как-то он многое определяет, принимает решения, выстраивает стратегию, куда движется вся семья. Мне кажется, эта система очень устойчивая. Также, мне кажется, вполне устойчивой является система, где равноправная власть у родителей. Когда двое мужчин и женщин определяют, как они живут в паре, как живут их дети. Они выстраивают стратегию и тактику своей семьи и движутся туда. Есть две дисфункциональные, на мой взгляд, системы. Это когда система устроена матриархально, то есть когда женщина становится во главе семьи, ну, тогда, на мой взгляд, происходит какой-то перекос, и для женщины это тяжело решать многие вопросы. И мужчина как-то тогда не совсем находит свое место в семье, и как-то, на мой взгляд, слегка угасает. Ну, и также наиболее самый дисфункциональный вид, на мой взгляд, по власти, это когда дети пытаются брать власть в семье. Сейчас происходит это все чаще, потому что очень многие родители вообще забывают о том, что родительская власть им должна принадлежать. И тогда все закручивается вокруг ребенка, особенно если это какой-то долгожданный младенец, и ребенок пытается руководить вот всеми этими людьми, естественно, он перегружается, он это делает манипулятивно, это не приносит ему особой радости. Родители тоже становятся беспомощными. Они, ребенок то устраивает истерики, то скандалы, и вокруг этого происходит очень много таких достаточно разрушительных процессов в семье. От беспомощности родители пытаются то кричать, то управлять, то настаивать, не понимая о том, что такое власти, как им ее взять. И поэтому, на мой взгляд, если семья равная во власти или патриархальная, это все очень адекватно. На мой взгляд, детям в любом случае нужно пережить ситуацию подчинения, когда они подчиняются родителям тому или другому, и ситуацию, когда дети иногда могут что-то сделать, но это какой-то отдельно взятый, как я говорю, проект. Например, ребенок может сказать, а вот я хочу, чтобы мой день рождения прошел именно вот так. И тогда он может обсудить это с родителями, если они принимают его идею, они могут ему помочь реализовать этот проект. И тогда ребенок в состоянии стать лидером, но он становится им там на отдельно взятую какую-то такую модель, на отдельно взятый проект, который сделал, закрыл и свободен. Константин, вы вначале назвали одну из дилемм, касающуюся верности. Вот если эту тему развивать с вашей точки зрения, какова современная тенденция? Верность – это важная, актуальная семейная ценность? Или это такой пережиток прошлого, и те понятия, о которых вы вначале сказали, «жена на час», их просто нужно принять, являются такими действительно важными? Я очень старомодный человек, мне кажется, и уже я вряд ли изменюсь. Я думаю, что мир изобилующий, я бы так назвал наш сегодняшний мир, вот в мегаполисе, я не говорю об Африке, там все очень скверно, там людям нечего кушать, но по-серьезному Африка беспокоит не так много людей, живущих в Петербурге, в Тюмени, в Белфасте, в Лондоне, я не знаю, где я бываю, в Москве. И мир предлагает столько возможностей, столько, в общем, недорогих и доступных благ. Почему я говорю недорогих? Потому что бомжи у нас одеты лучше, чем герои советских фильмов 50-х годов. Наши бомжи и не бомжи с унылыми лицами едут по улицам города в новых авто и расстраиваются, депрессируют от того, чтобы быстро поменять авто на еще более новое не получается. В общем, мир предлагает вещных благ больше, чем люди могут переварить, пользуясь той этикой и той структурой ценностей, которой обладают. Вот я женщин, которые сейчас матриархально возглавляют семейные системы, я их очень понимаю и им сочувствую частенько. Но правда при этом я думаю, а вот родился кто-то девочка, а назвали Мадлен, а фамилия простая Олбрайт. Вот ты родилась в Мадлен Олбрайт. Ну где тебе взять мужика, который тебя там оседлает и будет круче? Ну нет такого мужика. Вот Обама какой-нибудь, да ни в коем случае. Ну в общем, прошу прощения. Я про политику думаю тоже немножко порой. Но это же про людей тоже, Мадлен Олбрайт. Ну вот кто будет глава семья в Мадлен Олбрайт? Ну конечно, Мадлен Олбрайт она будет глава. И я вот думаю, плохо это или хорошо? Ну если ей нравится, может быть оно и хорошо. И мужичок найдется подходящий. Там сейчас много очень таких пап, которые как мамы. И им нормально. Но проблема в том, что ожидания у девочек остались прежние. И девочки хотят, чтобы принц приехал, забрал, отвел. И чтобы можно было не грузиться проблемами, а хотеть платьишко. Девочки хотят. И девочки эти могут быть семидесяти лет. И пятидесяти легко. А уж сорока эти девочки точно такие. Про верность. Я думаю, что человечество, будучи развращенным и избалованным таким изобилием, и не имея достаточных оснований опереться на себя, и не имея смелости идти против течения, потому что ну какие ценности предлагает нам вещной мир? Потребляй. Ты нам нужен такой. Ты должен быть человек потребляющий. Если ты потребляешь мало, ты редко меняешь холодильники, да ты вообще не современный человек. Ты не пользуешься хорошей услугой жена на час. Ну, ты старомодный приятель. Ты не понимаешь ценного. Мне нравятся вот эти такие, в общем, сентиментальные движения вроде как экологическое питание. Мне нравится, что люди наконец-то, когда уже поздновато доперли, что лучше кушать чистую еду, а не обильную еду с химикатами. Это превращается, конечно, в смешные истории вроде «лавка-лавка» и прочие вещи. Но, тем не менее, тенденция интересная, мне кажется, по сути своей уважительная. Так вот, верность — это прекрасная вещь, которая требует работы. А в изобилующем мире ее трудно осмелиться позволить себе. Кроме того, что и примеров маловато. Вот я веду семейное консультирование, мы обсуждаем с парами. Я говорю, вот семья, они говорят, вы знаете, что нас очень сильно пугает? Вокруг все разведенные. У нас нет нормальных друзей, которые бы жили в семье дольше, чем там пять лет. Все подруги свободные. Второй брак, третий брак. У него дети от четырех женщин и еще одна жена в Самаре. И это нормально, он может всех обеспечить. Он не татарин, но он может. Б-б-б, м-м-м. В общем, людям очень трудно против трендов идти. А тренды, посмотрите, глянцевые журналы нам предлагают. Они как раз предлагают что-то, что верностью назвать совершенно невозможно. Я не хотел бы показаться каким-то социальным революционером. Мне кажется, что я просто напоминаю о тех фундаментальных основах, которые большим силам в нашем современном обществе не по душе. Потому что они противоречат некоторым интересам некоторых больших групп людей. Так что я думаю, верность это большая ценность. Но для того, чтобы ее позволить себе, нужно трудиться. И нужно трудиться над тем, чтобы быть, а не чтобы иметь. Трудиться над тем, чтобы иметь, у нас многие научились. Многие. Это очень здорово. Но труд над тем, чтобы быть, это особый труд. И мы, мне кажется, все вместе, коллеги здесь, работаем на то, чтобы люди могли себе позволить такую роскошь, как нематериальные ценности. Англичане очень прагматичный народ. Говорят, что все самое лучшее и самое дорогое в мире бесплатно. И я очень с этим согласен. Ирина, хотелось бы спросить вас о роли женщины в семье. Константин чуть-чуть затронул эту тему. Жена может быть матерью, домохозяйкой, красоткой, хранительницей очага, еще много кем. Возможно ли женщине совмещать все эти роли? Или стоит ориентироваться на выбор одной-двух, чтобы не возникло какого-то эмоционального перегруза? Ну, все же зависит от конкретной женщины и от конкретной семьи. Потому что действительно, как Константин привел предмет, пример Мартин, как ее зовут? Мадлен Олбрэд, которая вот такая. Или Валентина Матвиенко. Да, Валентина Матвиенко, прекрасная карьера у человека. Безусловно, ее семья или семья подобной женщины должна соответствовать ее потребностям. И, соответственно, эта семья будет формироваться вокруг того, что эти двое людей, если говорить о жизни пары, могут воплотить, как они могут друг другу помочь, о чем они договорятся, что им будет удобнее и так далее. Но на самом деле задача женщины, мне кажется, все-таки создать то место. Вот Константин рассказывает, и на мой взгляд, ты не старомоден, а по-хорошему консервативен. Потому что семья, мне кажется, это место консервативное. Это, ну, не знаю, колыбель, это уют. И женщина – это то, которое, ну, прежде всего, наверное, создает это место под названием семья, куда хочется всем приходить. Куда хотелось бы ей приходить после работы, мужу стремиться после всех его командировок, подвигов, побед и так далее. Детям, где было бы тепло и хорошо. Место, где все могли бы расти, не знаю, расслабляться, как-то утешаться или напитываться, да, где могли бы рождаться идеи у мужчин великие, да, которые бы они понесли в мир. И, на мой взгляд, ну, вот это основная какая-то ее задача. А будет ли она при этом там красоткой, политиком, кем-то еще? Ну, если же политик, когда же уют делать? Или хотя бы у меня сколько девочек прекрасных, программистки? Вот она программист, талантливая, и на работе востребована. Когда сделать то пространство, что туда муж пришел? Ну, это будет особое пространство, это будет такой уют. Уют программистки, он может выглядеть очень так по-особенному, да. Какая-то другая женщина придет и скажет, боже, какой хаос и бардак. А этим людям, этой программистке, ее мужу вполне себе уютно, да. Ну, то есть это такое место, где нам, где есть мы, где есть совместность, и где нам хорошо и уютно, да. Создаваемое такое место. Да, это место, которое мы создаем, конечно же, вместе, безусловно, да. Но, на мой взгляд, роль здесь женщины. Уют, я понимаю, не только предметный, я имею в виду эмоциональный уют тоже, да. То есть место, где как-то нам хорошо, не обязательно не конфликтно. Конфликты, конечно, есть и будут. Противоречия полно. Но место, где как-то... Мне кажется, что еще женщина в том числе является тем, кто является хранителем отношений, да. Ну, которая говорит, вот, ну, мы же вместе, мы же семья. Ну, как это так? Почему не мужчина? А вот, мне кажется, мужчина – это тот, который... Ну, если женщина, мне кажется, хранитель вот связи и отношений, а мужчина – это хранитель семьи в целом. Он говорит, ну, мы же семья, нас же... Я вот это вот все храню. Ну, у него вот такой захват, да, как бы общий. А у нее вот какой-то такой вот. А у нас в семье не так. У нас вот про отношения, мне кажется, мы в долях, может, не 50 на 50, но и я, и Марина мы заботимся. А в целом про семью тоже это разделенная история. Мне кажется, здесь важно, чтобы партнеры могли договариваться о том, кому какая зона ответственности. Я вот на кухне точно не начальник. Вот, ну, точно не начальник. Я такой иногда смышленый, подчиненный. А в финансовые вопросы жена не лезет особо. А в детей попеременно, когда, ну, как-то вот так. Мне кажется, важно обсуждать и договариваться. О, это, конечно, да. Безусловно, я про это говорю, что у каждого-то будет свое. Ну, просто поскольку я женщина, вот я понимаю, что женщине иногда хотелось бы, что она может внести просто в силу своей природы. А уж про то, что женщины бывают разные. Но пара-то создается и крепнет, когда ей они способны создать вот это хорошо. И даже если это хорошо нарушается по каким-то причинам, они способны обговаривать, договариваться, проговаривать и созидать свое новое хорошо. Ну, тогда это как бы работает. Тогда туда хочется возвращаться, в это хорошо. Мне кажется, это важно. Глобализация идет полным ходом. Пожалуй, ее невозможно остановить. Константин, каким образом глобализационные процессы в обществе, в том числе и взаимопроникновение культур, влияют на современную семью? Очень глубоким образом, чтобы коротко ответить. Разные я вижу следствия этого процесса. Я недавно говорил, что я старомодный, Ира сказала, что я консервативный по-хорошему. Это потому, что ты меня уважаешь, потому что ты хорошо относишься ко мне. Мне бы и не любить глобализацию. Но я нахожу в ней кое-что привлекательное. Конечно, в общем-то, мы гештальтисты, когда стираются различия, мы не любим этот процесс. А я как врач помню, что когда в клеточках слишком мало различий, то это саркома. И когда ученые-фантасты писали общество, которое, невзирая на расы, живет по одним и тем же стандартам, я всегда сомневался. Даже в детстве я сейчас перечитываю Стругацких и думаю, ну, как интересно они думают. Такие этически заинтересованные люди. Но, в общем, у глобализации есть много хорошего, конечно. Не нужно ездить. На самом деле, вот если по-честному, не нужно ездить в Париж покупать шмотки. Их можно купить в Петербурге. Вот если так. Если не быть совсем уж снобом. Но если сноб, то, конечно, нужно лететь. А так, вообще-то, можно нет. И что гораздо более важно, доступ к информации. Это очень удобно. Википедия и все эти сумасшедшие ресурсы, когда мой 9-летний сын совершенно спокойно находит необходимые для себя элементы информации. И я отстаю, конечно же, в этом темпе от моей 12-летней дочери. И мне это нравится, что я отстаю. В общем, в глобализации много хорошего. Доступнее становятся ресурсы важнейшие. Это ведь ты когда-то сказала, что не полетели люди к далеким планетам, а устроили революцию связи и интернета и всего. Это же твоя была наблюдение? Нет. Ну, кто-то на конференции, я подслушал эту идею и теперь ее сообщают дальше. Потому что, да, все же думали, что вот человечество полетит к звездам, освоит галактики. Прорыв в связи. Да, прорыв в связи. Потому что сообщество обвинит. Вот это и хорошо, мне кажется, что можно общаться. Но скверно, что на самом деле в Бергене, в Норвегии, в прекрасном месте продают перуанскую форель. Это здорово, что там есть форель. И вот, ну только вот мне не нравится. Не продают норвежскую. Не продают норвежскую, продают перуанскую. В горах. Это мне друг Уля Алсвегра сказал. Говорит, я, говорит, детям принес домой из гор, трекингом занимался, принес форель, а она из Перу распечатали, там, Made in Peru. Люди в шоке. В общем, это вот трудная история. Если говорить об отношениях еще ближе к людям. Здорово, что перемешиваются гены. Гетерозисность никто не отменял. И действительно, человечество еще долго будет пожинать плоды разнокультуральных, разных генетических браков. Это интересная тенденция. И, конечно же, Россия тоже преодолеет эти истории, там, феномен Пикалева. Я надеюсь, мы не будем так мотаться, как американцы мотаются, по семь раз переезжают в среднем, в города. Это, мне кажется, просто тяжело. Это на любителя. Но мобильность мира возрастает. И вот этот вот уют, ты говорила о уюте в семье, который, ну, там, может быть, разделенный, создается, может быть, женщина за него в ответе. Женщины, конечно, хотят за него быть в ответе. В основном. Потому что, ну, как-то так. Это все-таки еще традиционно устраивается. Этот уют строится все по более многообразным стандартам. И вот это мне очень нравится в глобализации. То есть люди могут насмотреть разных примеров, образцов и некоторым образом успокоиться. Вот хорошо. И наш стандарт, который кто-то назвал бы хаосом. Хороший стандарт. Нам уютно. Слава богу, так можно. Мы смотрели сериал, там показали. Было еще страшнее, чем у нас. И было уютно. Отлично. Мы можем себе позволить. Однако же, есть и большая история, связанная с тревогой. Когда у людей отняли опоры, связанные с понимаемыми законами, по которым следует жить человеку в обществе. Человечество, конечно, получило большую порцию тревоги. Потому что пришла ответственность. Я вот ведь это что, я должна понимать, как мне строить мою семью. Стойте, стойте. А я знаю такую сказку и сякую. А Ксения Собчак говорит мне об этом. А Захар Прилепин говорит мне об этом. Стойте, как же мне жить? А мама говорит вот об этом. Мама всю жизнь мне об этом говорит. Ну посмотрите, как она плохо живет сама. Нет, я совсем не знаю, что мне делать. То есть ориентиры теряются. Да, конечно. Глобализация, огромный поток информации. Опять же, возвращаемся. Если нет этической базы, если не построены алгоритмы того, как приоритизировать, как понимать, что важнее. Ирина, еще один из современных парадоксов – это гетеросексуальные браки и гомосексуальные браки. Не касаясь политической стороны этого вопроса, насколько, на Ваш взгляд, данный вопрос определяется соотношениями биологической и социальной природы? Вот такая дилемма. Биологическая и социальная. Ну я бы не назвала себя прямо таким масштабным специалистом в этом вопросе. Ну из того, что видела я из тех клиентов, которые приходили ко мне, я видела в основном социальные основы этого явления. Но в моей практике в основном это были люди, которые выбрали это в силу своих, ну если так можно говорить, детских травм. И поскольку это уже закрепилось, это стало их жизнью, поэтому они выбирают вступать в такие союзы, в такие браки, в такие пары, становятся такими парами. Но если смотреть про гомосексуальные пары, ведь у них проблемы точно такие же, как и у обычных пар, да, ничем не отличаются. Часть из них бывают нарушенными, так и среди гетеросексуальных пар полно совершенно дисфункциональных, плохих отношений, которые разрушают того и другого, и детей, и все такое прочее. Но безусловно, пока в обществе это составляет некую сложность, они испытывают определенные сложности, находясь в обществе, где это пока не очень принято. Им приходится как-то по-особенному здесь адаптироваться, они вынуждены встречаться с агрессией социальной, да, с непринятием этого. И в основном это тоже создает напряжение, и в этой паре, в частности, и у этих людей конкретных. Но вот пока у нас так. Общество все-таки трудно пока принимает гомосексуальность, поскольку для общества это инакое, другое. И здесь рождается очень много тревог, страхов, иногда непринятия. Константин, еще одна частая тенденция современности – это возрастной мезальянс. Ему 60, ей 23, у него взрослые дети, которые старше ее, они вместе. Или ему 25, ей 35, у нее есть дети, они вместе. Какая разница в возрасте между партнерами, с вашей точки зрения, является оптимальной для вступления в брак? Вопрос совершенно противоестественный для моей системы думания. Я бы видел себя странным человеком, если бы я полагал, что есть какие-то нормы. Вот честное слово, правда, я так считаю. При этом практика дает ответы на подобные вопросы. То есть, ну, опять же, традиционно складывается так в разных культурах, что ну, если уж мы думаем, что мужчине нужно освоить какие-то специальности, чтобы заботиться о системе как целом, если он хочет претендовать на какие-то патерналистские эталоны в этих отношениях, и претендовать на главенство в семье, неплохо, чтобы он был постарше. Кроме того, девочки созревают пораньше. Соответственно, в школе нашим девочкам в восьмом классе мы были совсем неинтересны. Им были интересны, отвратительные парни, гораздо старше. Они уже смело курили, они действовали вообще как люди. А мы были совершенно в проигрышном положении. Вы дергали их за косы пока еще? Ну, они там всякое делали, пытались как-то, но, в общем-то, мы проигрывали, конечно, безнадежно. И девочки от нас это не скрывали. Ну, эту боль знают все подростки, которые как-то интересовались отношениями. Мне кажется, не только это мой опыт, это очень широкая история. В общем, о стандартах не хотелось бы говорить. Но, конечно, опять же, вот это многообразие, которое ворвалось в нашу повседневную жизнь, поддерживает нестандартные решения. И вот когда ему 25, ей 35, это тоже норма. И максимум разницы, которую я наблюдал в своей работе, это ему 75, ей 28. И, ну, конечно, есть специфические сложности, связанные с тем... Вообще, я считаю, что людям очень важно... Курт Левин говорил, что состояние человека сейчас, его эмоциональное состояние, определяется, в первую очередь, не тем положением, которое существует сейчас, но в большей степени тем, что человек видит в перспективе своего ближайшего будущего. В этом смысле в гомосексуальных парах, если вернуться к предыдущему разговору, очень важная история о том, как и на каком основании мы будем долго вместе. Вот тут вопрос. У гетеросексуальных пар есть здесь такой биологический какой-то проект «Дети». Они возможны, желанны, там женщины считают, надо родить ребенка, чтобы реализоваться, ба-ба-ба, мужчины тоже так считают. В гомосексуальных парах это немножко измененная история, сильно измененная. Нужно как-то адаптировать детей, принимать детей. В обществах это довольно сложно, там более богатых легче. В общем, есть набор проблем, связанных с тем, как пара или семья думает о своем будущем. Когда ей 28, ему 74, вообще-то, если по-честному, они оба думают, когда он умрет. И это очень серьезное раздумие, потому что это много о чем думать. Что буду делать я? Мне 28, я живу дальше, у меня в анамнезе вот такие отношения. И он тоже думает, зачем она со мной, если мне 74, я скоро умру, зачем ей нужен такой, ба-ба-бам, ммм, в общем, все это очень понятное направление думания. Люди об этом, конечно, думают, и не только думают, а переживают очень сильно. И вот это определяет уникальность ситуации. То, как люди обходятся. Вообще, я считаю, что здоровая пара, здоровая семья не определяется, конечно, отсутствием проблем. А здоровая пара, функционирующая, как здоровая семья отличается тем, что может обходиться со своими сложностями. То есть, обхождение с проблемами в системе это критерий здоровья. В этом смысле, нужно сказать, что я вижу удивительно разные нестандартные сочетания, которые уважительным образом относятся к своим различиям, друг к другу, обсуждают открыто. Вообще, открытости надо бы пожелать партнерам в семейных системах. Те системы, которые закрыты, где партнеры не говорят друг с другом, в тех системах гораздо больше сложностей, на мой взгляд. И это сложный вызов, потому что нужно принимать себя, чтобы мочь говорить открыто. Кроме того, необходимо слышать партнера. А для того, чтобы слышать партнера, нужно, чтобы свои демоны не так сильно шумели в уши. Типичная проблема в парах это невозможно слышать партнера, потому что, когда партнер говорит что-то, меня задевают мои собственные привычные грабли, если угодно, процессы болезненные, травмы, вот которые ты упоминала. И тогда я не могу реагировать на реальность партнера, я его превратно слышу через призму моего наученного, выученного восприятия. И это обрубает возможность диалога, даже если партнер старается быть открытым. Вот, собственно, я часто занимаюсь такой мягкой педагогикой способности слышать другого человека через прорабатывание собственных проблем. Я думаю, это делает любой честный и образованный человек, кто берется работать с парами и вообще с группами людей. Ирина, а насколько, на ваш взгляд, психологически экстремален вариант, когда женщина старше? Константин сказал немножко об этом? Когда женщина старше, есть в этом, наверное, много плюсов, потому что, ну, вот, с одной стороны, наверное, она состоялась, ей есть что внести, чем вложиться в эту семью. Тот мужчина, который рядом с ней, который моложе ее, может вполне себе тоже подрастать, взрослеть, и, в принципе, в этом ничего плохого нет. Есть один только минус, да, и сложность для женщины постарше, мне кажется, это суметь не попадать в материнскую позицию по отношению к нему, потому что материнская позиция, она же чем плохата? Очень хочется как-то заботиться, опекать, там, как-то его растить. И если западаешь в эту позицию, пропадает партнерство, пропадают женско-мужские отношения, пропадает секс, в конце концов. Потому что, в общем, с сыновьями-то не спят, чтобы не возникала инсультурная ситуация. Поэтому, если женщина постарше удается, оставаться в женской ипостаси, тогда все в порядке. И все прекрасно в этой паре. Ну что ж, нам пора завершать сегодняшнюю передачу. Ирина Константиновна, я благодарю вас за то, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо большое за участие. И вам спасибо. Спасибо, очень приятно было. Интересные вопросы. Важные темы, хорошие люди. Дорогие зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова